Сегодня люди во всем мире молятся, чтобы услышать хорошие новости о здоровье американского президента. Но по CNN нам снова и снова говорят, что президент заслужил болезнь, которую он подхватил. И объясняют, почему именно он заслужил эту болезнь. Многие люди подверглись опасности из-за поведения президента. И теперь, разумеется, как мы узнали этим утром, он сам оказался одним из этих людей. Но он просто не может смириться с тем фактом, что в его понимании маска – это проявление слабости и того, что с вирусом не справится. Так что, возможно, сегодня утром эта новость шокировала, но едва ли удивила американцев. Это также наиболее яркая возможная демонстрация некомпетентности и безответственности действующей администрации. Во многом отчасти виновата его собственная халатность. Он предпочел посещать митинги. Только вдумайтесь. Он едва объявил, что подхватил инфекцию. Едва отправился в военно-медицинский центр. Он это заслужил. Недолго же они ждали. Разумеется, у миллионов американцев был диагностирован коронавирус. Возможно, у ваших знакомых, членов вашей семьи. Сотни тысяч погибли. Эксперты CNN утверждают, все они получили по заслугам. Они наверняка были невнимательными, халатно относились к своим обязанностям. Из этой новости можно извлечь до боли знакомый урок. СМИ набрасываются на остальную страну, если им кажется, что это вредит президенту, которого они презирают, и дает им политическое влияние. Речь не только о СМИ. Фактически, официальное заявление Демократической партии звучит так. Дональд Трамп сам напросился. Мы все восприняли эту новость с огромной печалью. Я всегда молюсь за президента и его семью, за их безопасность. И я продолжу молиться еще старательнее. Это трагическая и очень грустная ситуация. С другой стороны, походы на митинги без маски и прочее были вопиющим провоцированием чего-то подобного. После всех этих событий другого вряд ли можно было ждать. Вопиющее провоцирование. Он сам напросился. Он вызывающе одевался. Вот что сказала Нэнси Пелоси, и ей вторят многие демократы. Рик Левенталь следит за реакцией Демократической партии. Он подключается к нам, чтобы рассказать подробности. Рик? Привет, Такер. Многие в Твиттер молятся о здоровье президента и первой леди. Неудивительно и то, что себя не сдерживают ненавистники. Более того, по их словам, они надеются, что первая чита США умрет. Представители Твиттер говорят, что они сразу же удаляют подобные сообщения, потому что они нарушают политику сайта. Вот одно из них от бывшей сотрудницы администрации Обамы Зары Рахим. Она поделилась и, очевидно, затем сама удалила его. Такой твит противоречит моим нравственным убеждениям последних четырех лет, но я надеюсь, что он умрет. Кроме того, независимый кандидат 39-го округа Калифорнии Стив Кокс опубликовал большое количество твитов, в которых желал смерти президенту. А затем он написал «Под, я надеюсь, они оба умрут, я подразумевал Трампа и Байдена, не Миланью, она кажется милой». И Макс Бергер, бывший сотрудник штаба Элизабет Уоррен, написал «Трамп погубил миллионы жизней, он не заслуживает ни капли сострадания». Некоторые пользователи собрали компиляцию злобных твитов, желающих президенту самого худшего. И их количество не поддается подсчету, Такер. В заявлении Твиттера говорится, «Контент, в котором в адрес человека выражается пожелание или надежда о смерти, серьезном повреждении организма или смертельной болезни, противоречит нашим правилам». И компания заявляет, что в первую очередь удаляет сообщения, которые содержат очевидные призывы к действию, способные нанести вред в реальном мире. Это была цитата. Твит президента, в котором он объявил о заражении вирусом, стал его самым популярным. Согласно последним данным, он набрал 1,7 миллиона лайков. Такер? Невероятно. Спасибо, Рик. Пожалуйста. Если вы обнаружили, что жаждете чьей-то смерти, смерти любого человека, пора остановиться и подумать о том, насколько прогнила ваша душа. В конце концов, мы все умрем. И, умирая, мы будем сожалеть о том, что думали подобное о других людях. Мы долго спорили, ставить ли следующий фрагмент в прямой эфир. Настолько это мерзко. Наши зрители обычно не смотрят такую дрянь. Но мы чувствовали себя обязанными, потому что сегодня это повсюду. И мы хотим объяснить вам, почему существуют люди, которые уповают на гибель президента и вице-президента, чтобы Нэнси Пелоси могла стать президентом. Это звучит безумно и таковым является. Но они все равно показали это на MSNBC. Смотрите. Речь идет об очень серьезной угрозе здоровью. Вы вторая в очереди на пост президента. Связывался ли с вами Белый дом и передача полномочий? CNN сегодня выступил с аналогичным сообщением. То есть очевидно, что это политический оппортунизм, но далеко не только он. Это духовная болезнь. Ненависть. Отравляющая ненависть, которая воистину сводит этих людей с ума. В эфире CNN сенатор из Коннектикута Крис Мерфи подтвердил данную точку зрения лучше, чем если бы за это взялись мы сами. Если президент не сможет участвовать в предвыборной гонке в следующие две недели, то ему придется полагаться на своих сменщиков. К сожалению, один из его сменщиков — Владимир Путин. Поэтому, вероятно, вы увидите, как эта кампания будет набирать обороты благодаря России. Это будет попытка заменить отсутствующего президента в агитационных поездках по штатам. Извините, я еще раз прошу простить нас за то, что мы вообще ставим в эфир такие помои. Президент США находится в больнице. Судя по всему, с ним все в порядке, но нельзя сказать точно. А этот клоун выступает по телевидению со словами «Владимир Путин, один из его сменщиков». Мы включили все это в эфир, потому что хотим, чтобы вы знали, о чем они говорят, в то самое время, как президента перевозят в военно-медицинский центр. Что вообще означают эти слова, кстати говоря? Субтитры создавал DimaTorzok